Валёк 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 Тётя Лена угостила мальчика конфетами. Проходя мимо старого большого дуба, Валёк почувствовал, как ему в спину попал брошенный кем-то камешек. Он остановился и тут же был окружен мальчишками. — Враг! — закричали они хором. — Разведчик чужой армии! Высокий, скуластый подросток заломил Вальку руку за спину. — Круто, Макар! — раздались восторженные голоса мальчишек. — Давай его пытать! — Цыц! — сквозь зубы процедил тот. — Говори, кто ты такой? Валек не испугался. Некоторых мальчишек он знал. Они жили на бабушкиной улице. Но Макар, который схватил его за руку, был ему незнаком. Валек понял, что он главный среди ребят, и уверенно ответил. — Я Валек. Моя бабушка на соседней улице живет. — Это которая баптистка Ларина? — перебил его Макар. — Да, моя бабушка верующая. И я тоже верю в Бога. — И молишься? — Молюсь. — И что, тебе Бог отвечает? — Отвечает. Мальчишки засмеялись. — А чем докажешь, что ты не враг? Валек нахмурился. Делиться конфетами ему не хотелось. — Могу пригласить вас в гости. Приходите. — Ха! — засмеялись снова мальчишки. — Нет, мы на войне и по гостям не ходим. — А нет ли у тебя какого-нибудь провианта? — прищурив глаза, спросил Макар. — Провианта? — Валек понял, что отдать свои сладости ему все равно придется. — Есть. Могу угостить конфетами. — Ура! — закричали ребята. — Давай! Валек слабо улыбнулся. Достал конфеты и раздал их. После минутной паузы Макар сказал. — Назначаю тебя снабженцем. Ты будешь доставать нам еду. Провиант. Пошли в штаб. Надо готовиться к сражению. Валек заколебался. Ему очень захотелось поиграть с мальчишками. Но уже стемнело. И задержись он еще на минут десять-пятнадцать, бабушка будет волноваться. — Нет, я не пойду. Меня ждет бабушка. Мальчишки опять засмеялись. А Макар сказал. — Ну, иди. Завтра с провиантом придешь сюда, к старому дубу. И ребята исчезли так же быстро, как и появились. На следующий день, как только Валек освободился от всех дел, и у него появилось время пойти поиграть, он сразу же устремился на соседнюю улицу. В руках он нес три пакетика сухариков, которые купил еще в городе себе в дорогу. Остановившись около дуба, он посмотрел по сторонам. Не увидев никого, Валек быстро сунул сухарики за пазуху и начал проворно взбираться наверх по раскидистым ветвям старого дуба. В густом сплетении веток был незаметный снизу шалаш. Валек с трудом прополз между двух веток и оказался внутри. И тут же встретился взглядом с голубоглазым рожеватым пареньком и услышал его громкий шепот. — Ты кто? И зачем пришел? Валек, снабженец, принес провиант. — А ты кто? — Я Артем, часовой. Охраняю пост от врагов. — Что принес? — Сухарики. — Хорошо, иди туда, там штаб. Артем показал рукой на полуразрушенный дом. Так Валек начал играть с мальчишками, хотя бабушка предупреждала его, что эта дружба до добра не доведет. Бабушка Зоя считала, что люди не должны играть в такие игры, где приходится убивать. Она читала внуку из Библии слова «Худые сообщества развращают добрые нравы» и объясняла, что плохие игры не делают человека хорошим, а плохие люди не научат доброму. Но Валек ничего плохого в играх ребят не видел. — Мы же не по-настоящему стреляем и воюем, а просто играем! Оправдывал он себя. Валеку было интересно играть с мальчишками. Он старался подружиться с ними и стал каждый день бегать на соседнюю улицу. В один из вечеров Валек прибежал в штаб последним, неся пакет с горячими булочками. Не успев зайти в старый полуразрушенный дом, Валек услышал грозный голос Макара. — Рядовой Валек! — Так точно! — Почему опоздал? — Командир, булочки только что испеклись. — Булочки, говоришь? А ну, давай их сюда! Надкусив булочку, Макар довольно кивнул головой. — Вкусно! Дал бы я тебе два наряда вне очереди! Но сегодня у нас операция номер три, и ты будешь в ней участвовать. В чем заключалась эта операция, Вальку никто не объяснил. Мальчишки пошли в сторону заброшенного сада, где частенько разгорались их баталии. Поэтому Валек подумал, что операция номер три — это очередной бой. Мальчишки разделились на две группы. Одна группа построилась с правой стороны дороги, другая — с левой. Валек замешкался, не знаю, куда ему идти, и оказался посредине. К нему подошел Макар и показал рукой вдаль. — Вон, видишь, большая груша на холме. Когда услышишь счет раз-два-три, беги прямо к ней. Понял? Так точно! Макар убежал вперед. Валек посмотрел в сторону дерева. Оно росло в дальнем углу сада на возвышенности, заросшей высоким бурьяном. — Ну, добегу до груши. А что дальше делать? — подумал Валек. И тут он услышал счет. Раз-два-три! Все ребята побежали к груши. Валек старался не отставать. Взбегая на холм, мальчишки начали его теснить с двух сторон. Вдруг он услышал тревожный голос Артема, но не разобрал его слов. И в тот же момент под ногами Валька затрещали ветки. Он полетел вниз, больно ударился головой обо что-то твердое, упал и потерял сознание. Когда Валек пришел в себя, у него сильно болела голова и колено. Он попытался встать и вскрикнул от боли. — Моя нога! — простонал он. Валек огляделся. Похоже, он упал в старый погреб. На стенах были полусгнившие полки, а на полу валялись сломанные ящики. Неожиданно он услышал сверху голоса ребят и их дружный смех. — Помогите! — крикнул Валек. — А разве тебе твой бог не поможет? — услышал он насмешливый голос Макара. — Помолись ему, а мы пошли, пока! Валек оперся на один из ящиков и заплакал. От ссадин и ушибов болело все тело. Но больнее Вальку было от того, что ребята над ним посмеялись. Он хотел стать для них своим, а они... Сверху послышались чьи-то шаги. Валек быстро вытер слезы. — Валек! Валек! — услышал он тихий голос Артема. — Как ты? Сильно ушибся! Сейчас я принесу веревку. Ты потерпи, я мигом! Несколько минут показались Вальку часами. Он сидел и думал о том, что, стараясь подружиться с ребятами, он пренебрег словами бабушки. Забыл наставления папы, ведь папа всегда учил Валька, чтобы он держался только хорошего и во всем стремился угождать Богу. А еще Валек вспомнил, что в городе у него остались настоящие верующие друзья, которые бы никогда так подло не поступили. А теперь Бог показал мне, чем заканчивается дружба с плохими мальчишками. Вздохнул он. — Я кидаю тебе веревку! — Ты обвяжись ею и держись за нее! — прервал его мысли голос Артема. — Я буду тебя вытягивать! Валек быстро обвязался толстой веревкой. Артем, напрягая все силы, потянул его наверх. С трудом цепляясь за выступы и перекладины старых полок, Валек вылез из ямы и, прислонившись к груши, сел. — Ну вот и ладненько! — широко улыбаясь, произнес Артем. — Артем, ты настоящий друг! Спасибо тебе! Но скажи, почему ты мне помог? Тебе Макар приказал? — Макар? Да где уж там, прикажет он! — Нет, не он! Они же специально так делают для некоторых. Эту ловушку заранее готовят, накидывают ветки и траву на старый погреб. А почему именно мне устроили эту ловушку? Так ведь Макар о Боге слышать не хочет. А ты в первый же вечер так уверенно заговорил о нем. Он сразу и сказал, я ему покажу Бога, посмотрим. — Понятно. И все же, почему ты решил меня вытащить? — Почему, да почему, решил и все, — отрезал Артем и участливо спросил. — Сильно болит? Пойдем, я помогу тебе дойти до дома. Колено-то сильно разбил, как бы зашивать не пришлось, а то смотри, как кровь течет. Артем помог Вальку встать и, поддерживая его, повел домой. У калитки их встретила бабушка Зоя, и Валек затороторил. — Бабушка, прости меня. Бабушка, я виноват, не послушался тебя. — Прости, вот в погреб старый упал. Да Артем помог, вытащил. Я больше не буду ходить на улицу, буду дома, никуда не пойду. Во дворе с Артемом играть буду. Можно? Бабушка ласково посмотрела на мальчиков, без лишних слов обняла Валька и покачала головой. — Эх, внучок, будто я не знаю ваших игр. Ну да ладно, прощаю. Заходите в дом, коленку обработать надо. — Артемушка, спасибо тебе, что помог Валечке дойти до дома. — Пойдемте, чайку вместе попьем с булочками. Бабушка показала Артему, где умывальник, а Валька умыла сама и обработала все его раны. Артем тем временем по просьбе бабушки поставил чайник, и уже через полчаса они дружно пили чай с вкуснейшими булочками. Бабушка, подливая чай мальчикам, говорила, — Дети, Библия учит нас не любить мира, не того, что в мире. Мирские люди тем и отличаются, что могут посмеяться над другими. И им кажется, что это неплохо и даже весело. Когда ты общаешься с ними, начинаешь поступать так же. Но придет время, и над тобой посмеются тоже. Валек это узнал на собственном опыте. Иисус Христос учит любить и уважать каждого человека, и никого не обижать. Валек грустно кивнул. Он понял, что лучше будет впредь слушаться бабушкиных советов. А позже, расставаясь с Артемом, он пригласил его вместе пойти на воскресное собрание, чтобы его новый друг больше узнал о добром и любящем Боге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова